Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет мрачного триллера 2017 года, основанного на реальных событиях «Кровавая охота». В начале истории агрессивно настроенный парень тащит беззащитную девушку в кромешной темноте. Злодей срывает с бедняжки одежду, собираясь грубо воспользоваться ей. Девушка пытается отбиваться, но подонок вырубает её и делает своё грязное дело. В шесть утра Клэр встаёт со звонком будильника, принимает душ и готовит завтрак. Дин, жених девушки, отправляет Клэр сообщение, что он закончила работу и едет домой. Около дома парень закуривает, но увидев невесту, он инстинктивно выбрасывает сигарету. Клэр садится в машину и угощает любимого только что приготовленным завтраком. Дин переодевается в повседневную одежду и двое отправляются в долгожданную поездку. Путешествие занимает довольно продолжительное время, и пара успевает насладиться прекрасными видами, открывающимися вокруг. Клэр рассказывает, что её подруга забеременела. Дин сразу напрягается, но узнав, что невеста не беременна, вздыхает с облегчением и выдаёт, что он пока не готов иметь детей. Девушка огорчается, услышав это, и переводит тему, сказав, что её зачислили в университет и вскоре ей нужно будет уехать. Парень категорически против этого. Разговор в итоге заходит в тупик, и двое решают оставить этот вопрос на потом. Пара едет некоторое время в молчании, пока не добирается до небольшого магазинчика, где Клэр закупает продукты, и к ней снова возвращается прекрасное настроение. Вскоре ребята сворачивают с федеральной трассы и попадают в небольшой город, где Дин никак не может сориентироваться. Поплутав по местным улицам, водитель выезжает к заправке, где решает залить бензин. Клэр уходит в туалет, а вернувшись, вновь садится в машину. К девушке подходит местный парень Нак и требовательным тоном просит дать ему зажигалку. Клэр отвечает, что она не курит. Тогда Нак начинает злиться и велит дать ему прикуриватель из тачки. Девушку напрягает наглость незнакомца, и она пытается закрыть окно, в то время как Нак угрожает ей расправой. Появившийся Дин дает местному свою зажигалку. Через несколько мгновений Нак возвращает зажигалку водителю, при этом гневно глядя на Клэр. Пара уезжает, а Нак со своим дружком Джаредом провожают их взглядом. Клэр удивляется спокойствию Дина при общении с местными отморозками. Парень отвечает, что с такими ребятами нужно держать ухо вострое и всегда быть на готове. Двое останавливаются в придорожном отеле, где наслаждаются друг другом и остаются на ночь. Утром Дин приносит невесте завтрак в постель, после чего предлагает прогуляться пешком и полюбоваться окружающей природой. Пара сворачивает на проселочную дорогу и вскоре замечает припаркованный у дороги пикап с открытым капотом. Дин останавливается позади автомобиля, собираясь помочь путникам, у которых, похоже, сломалась машина. Клэр замечает около пикапа наглеца с заправки и просит жениха уехать отсюда как можно скорее. Дин сначала не воспринимает слова девушки всерьез, но когда та признается, что Нак угрожал ей, водитель решает поскорее убраться отсюда. Через некоторое время двое добираются до подножия холма. Они оставляют машину у дороги и поднимаются пешком через лес, наслаждаясь красивой природой и сделав по пути несколько фотографий. Достигнув вершины, пара идет к машине, собираясь вернуться в гостиничный номер. По дороге автомобиль начинает перегреваться. Дин останавливает тачку и доливает в радиатор охлаждающую жидкость. Заглянув под днище машины, водитель обнаруживает, что трубка, ведущую к радиатору, лопнула. В этот момент позади останавливается другой автомобиль, из которого выходит Хит и спрашивает Дина, что случилось. Следом появляются Нак с Джаредом и грубо наезжают на парня. Дин отвечает, что не хочет проблем и предлагает договориться мирно. Однако Нак не собирается, успокаивается и оскорбляет Клэр. Дин не выдерживает и бьет наглеца по лицу. Пока Джаред вытаскивает Клэр из машины, Дин дерется с Наком и Хитом. Дин приходит на помощь девушке, но Джаред хватает его и пытается повалить на землю. Дин хватает бутылку и разбивает ее о голову отморозка. Пара запрыгивает в машину и спешит поскорее убраться отсюда. Бандиты не собираются просто так отпускать своих жертв и преследуют их на пикапе, а машина Дина вновь начинает перегреваться. Дин из всех сил пытается оторваться, но злодеи плотно сидят у них на хвосте. Парню удается резко свернуть с дороги, однако отморозки от лично знающие местность вскоре настигают пару и продолжают гнаться за ними. Автомобиль Дины из-за перегрева замедляется, бандиты равняются с ними и выталкивают машину ребят с дороги. Автомобиль несколько раз переворачивается и остается лежать на крыше. Вскоре раненая Клэр приходит в себя и видит рядом с собой неподвижного жениха. Нак вытаскивает кричащую девушку из машины и вырубает ее, сильно ударив ногой в лицо. Через некоторое время двое приходят в себя со связанными руками в кузове пикапа, который куда-то движется. Клэр кричит от боли и отчаяния, один пытается ее успокоить. Парень подсказывает девушке открыть ящик с инструментами, где она находит небольшое лезвие, которым пытается разрезать веревки на своих руках. В этот момент пикап останавливается на старой заброшенной ферме. Хит несет девушку на плече, а Джаред тащит парня в деревянный сарай. Обоих привязывают к столбам, а шею Дина дополнительно обматывают колючей проволокой. Отморозки издеваются над пленницей, угрожая ей ножом. Пара умоляет отпустить их, но это бесполезно. Злодеи переключаются на Дина, льют бензин на лицо парня. Нак душит пленника, после чего приказывает подвесить его за ноги. Бандиты привязывают веревку к ногам Дины и подвешивают его вниз головой. Отморозки жестоко избивают беззащитного пленника. Клэру дается незаметно разрезать веревку на руках, но ей ничего не остается, как смотреть на страдания своего жениха. Неожиданно злодеи понимают, что пленница сбежала. Хит и Нак бросаются на поиски девушки, а Джаред идет за своей винтовкой с оптическим прицелом. Клэр перебирается от укрытия к укрытию, но ее замечает Джаред через прицел винтовки и открывает стрельбу. Хит настигает беглянку, но ей удается порезать толстяка лезвием, перелезть через ограду из колючей проволоки, забраться в пикап и заблокировать двери. К сожалению, девушка не знает, как управлять машиной с ручной коробкой передачи, беспомощно пытается сделать хоть что-то в окружении троих злобно ухмыляющихся бандитов. Джаред тащит Дина к пикапу и угрожает перерезать ему горло, если девушка не выйдет из машины. Клэр приходится разблокировать двери, после чего обоих пленников возвращают в сарай. Отморозки снова привязывают Дина к столбу и заставляют смотреть, как Хит насилует его невесту. Ярость парня позволяет ему освободиться от веревок. Он хватает металлическую трубу, двумя сильными ударами вырубает Хита, после чего освобождает Клэр и помогает ей дойти до выхода. Двое добираются до пикапа, где их замечает Джаред и начинает стрелять из винтовки. Дин сажает невесту на пассажирское сиденье, прыгает за руль и жмет на газ. Пара выезжает с проклятой фермы, и парень с ужасом замечает, что одна из пуль попала Клэр в живот. Дин останавливает машину, кладет невесту на землю и пытается остановить кровь, но, к сожалению, Клэр погибает прямо у него на руках. Опустошенный парень собирается жестоко наказать подонков и возвращается на ферму. Дин останавливает пикап неподалеку, хватает огромный нож и идет пешком в убежище злодея. В это время Джареду удается завести одну из старых машин и сесть за руль, когда на него неожиданно нападает Дин. Двое борются. Джаред пытается задушить парня ремнем безопасности, но тому удается вонзить лезвие в ногу бандита. Дин выползает из машины и дверью машины превращает голову противника в кровавое месиво. Вскоре появляются Хит и Нак, видят тело мертвого товарища и понимают, что парень вернулся за ними. Дин поджидает Хита в укрытии и ударом лопаты по ноге отморозка отправляет его на землю. Следующий удар вскрывает череп толстяка. Дин находит Нака в сарае и налетает на него. Злодею удается пересилить парня, но Дин хватает с земли тяжелый металлический предмет и сильно бьет Нака по голове. Дин избивает бандита до полусмерти и подвешивает его тело над землей. Опустошенный парень выходит из сарая и бредет по дороге, пока его не замечают проезжающие копы. Полиция арестовывает Дина, а судья приговаривает его к пожизненному заключению за тройное убийство, несмотря на весь тот ужас, через который пришлось пройти паре. Как вам фильм «Кровавая охота»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok